В современном русском вопросе есть острая необходимость строгих и порядковых рамок как самое эффективное средство самосохранения русской нации, искренение навязанной ущербности и дальнейшее свое развитие вперед. Причем надо заметить, и заметить это как аксиома. Чем больше русского будет возрождаться, тем меньше страхов будет вродить вокруг него, тем меньше постыдного будет в нем само. В век украинившейся русофобии, в раздолье, вкалывая на инфляционном пространстве, в условиях заширенной деятельности спецслужб, заточенных на геноцид русского народа, через подавление и контроль его национального самосознания, мы выбираем дисциплину. Мы понимаем, как это трудно заниматься возрождением русского мира, но не считаем это поводом к тому, чтобы ложиться с живыми, приготовленными нам в могилу. Мы призываем под свое крыло всех, кому по-настоящему задержава обвинена. Все должны понимать, что консолидация русских людей в строгих рамках – это и есть естественная реакция организма в борьбе за свое желание. Это надежнейшая защита и поддержка тех, кто может изменить ход истории. Поэтому никакой иронии по поводу охранной деятельности вокруг партии Великой России и никаких страхов. Наша задача сегодня – это создать ядро, собрать людей, обладающих особой гражданской ответственностью, чтобы в решающий момент существовал и был деятель, центр, которому потянутся бы все остальные. Охранные отряды – это не место для дискуссий и споров. Дискуссии и споры – это занятия общественных собраний. Наша стезя – это поступки и полномерное движение к намеченной цели. Мы не намерены быть по позиции власти, если она старается справляться со своими обязанностями. Мы призываем организовывать охранные отряды в регионах не в бровь, а в помощь местным администрациям и правоохранительным органам, чтобы люди совместными усилиями смогли справиться со многими неразрешимыми проблемами родного края, опираясь и руководствуясь в этом на партийную линию Великой России, получая от нее в качестве обратной связи всю необходимую помощь. Сейчас уже создано положение об охранных отрядах, разрешите огласить для выдержек из ее содержания. В этом положении расписана роль партийного руководства, порядок вступления, права и обязанности сотрудников, как назначаются командиры отрядов и какие у них задачи. Главный принцип отряда, как и самой партии, является единоначальник. Сотрудником охранного отряда может быть любой гражданин Российской Федерации, как из числа членов партии Великой России, так и из числа больно определяющихся, поддерживающих линию партии, а также членов иных патриотических организаций, с учетом того, что они будут соблюдать нашу внутрипартийную дисциплину. Любой сформировавшийся отряд или группа должны пройти партийную регистрацию в центральном или региональном отделении партии, процедуру собеседования соответствующих и соответствующих расставлений. Структура. Структура охранных отрядов проста. Ключевое звено тройка. Звенья образуются в десяток, которые принимают за партийную группу, состоящую из трех звеньев и десятников. Десятки образуют сотню, сотни образуют отряд. На первом этапе отрядом могут называться и группы, не достигшие числа сотни, а партийными группами менее числа десятка. Отряд – это минимум две группы. Партийные группы – минимум звено. Допустим, если в поселке или в каком-нибудь районе существует 12 человек, решившие обзнавать охранный отряд партиями, то они могут разделиться на две группы по шесть и спокойно термовать отряд. Если же 18, то две группы по девять, но никак три группы по шесть. Суть структуры групп в том, чтобы стремиться к числу десять. На самом первом этапе формования гвардии Великой России она образуется как множество автономных отрядов, предстоящее нарушение законности и публичных мероприятий партии, других национальных и педагогических движений, налаживать контакт с соседними охранными отрядами и с местными народными собраниями, если таковые есть в регионе. В любых попытках расчленить самовизацию русского народа о появлении сомнительных клоунов, не имеющих регистрации, сообщает центральный аппарат партии. Особое внимание придается сознательному почитанию личной и строевой дисциплины. Не позже русским людям, требующим приведения порядка, в час назначенных шествий идти их отчительной толпой. Строй – это практически идеальная форма защиты от внешних провокаций, от необдуманных действий. Продрокаторам очень легко счесаться в толпу. Им очень сложно записаться в организованный строй, туда, где знают без следущего. Строй – это капитация недостающих средств. Это прекрасный психологический инструмент для тех, кто внутри себя и кто вне него. Охранные отряды – это не бутафория и не игрушка, это сознательное обвинение граждан. Мы должны понимать важность психологического воздействия наших рядов. И нас обязаны понимать так и никак иначе. Это естественная реакция организма – концентрироваться. Ради своего очищения, ради своего спасения. Пускай нас в меньшинстве в России не пугается, это в их же интересах. Людское раздражение, которое так активно бродит сегодня в сердцах наших людей, не должно быть бесконтрольным, оставленным на произвол постыдных эмоций. Пусть у оранжевых реверсантов, у кознакадов и у распустившихся лоботрясов колени трясутся от страха. Пусть у добропорядочных разов, у подрастающих поколений, страх исчезает. Сколько еще несправедливого должно случиться, чтобы мы, наконец, позаботились сами о своем задержании, о форме его представления. Нужно четко понимать назначение нашей внутренней дисциплины. Страх негодяев и бедателей – это спасение России. Их благополучие – это смерть России. Все мотивы партии Великой России направлены на благополучие отчизны, на возвратение русскому миру, на порхождение детского сознания, чтобы люди сами по собственной воле и в здравом расступке предопределяли судьбу своего края и всей Великой России в целом. Благодарю за внимание. Спасибо.